Я уверена в том, что после просмотра этого выпуска вы обязательно вдохновитесь, ведь сегодня мы будем говорить о картинах, о творчестве и об искусстве. У меня в гостях профессиональный художник Мира Аргунова. Здравствуйте! Спасибо большое, Маргарита, что пригласили меня в мою любимую передачу «Готовим вкусно». Мира Аргунова – молодой, очень креативный и талантливый художник, который по-своему интерпретирует академическую живопись. Является лауреатом Республиканской профессиональной премии для молодых художников имени Валериана Васильева. Ее работы вдохновляют, успокаивают и по-настоящему завораживают. Потрясающее сочетание красок и философское содержание не оставляет равнодушным ни одного наблюдателя. В готовке считают, что самое главное – это творческий подход. Вы очень творческая личность. Я уверена в том, что и к готовке вы, наверное, подходите с креативом, так скажем. Что мы сегодня будем готовить? Ну, поскольку творчество занимает очень много времени и энергии, то блюда у нас будут самые простые, но поскольку не только энергии, но и здоровье, то это будут такие пэпэшные блюда. Пэпэшные блюда на скорую руку. Отлично! Давайте же приступим. Первое блюдо, я думаю, сделаем мясное. Возьмем емкость. Давайте я стеклянную возьму. Так, отлично. Это у нас куриный фарш, из которого мы, собственно, будем сегодня готовить. Почему выбор пал именно на это блюдо? Расскажите. Ну, потому что, на самом деле, мы живем на севере, и я думаю, что без мяса нам очень тяжело обходиться. Хотя, конечно, многие поддерживаются веганской диеты, но, тем не менее, я не могу без мяса. Известно, что именно куриное мясо усваивается организмом практически полностью. Мы сегодня готовим курицу, и я хочу вам сказать о том, что, если вы хотите немножечко сочной части, то выбирайте, конечно же, голень. И, между прочим, в ней меньше всего холестерина, и плюс ко всему курица вообще сама по себе является диетическим блюдом. Да. Поэтому попробуем сделать такую куриную большую котлету, которую можно сделать очень легко, быстро. Так, давайте, я помогу. И при этом она не требует, во-первых, времени, пригляда особого. Ну, и быстро готовится, я думаю, да, Витя? Можно накормить всю семью. Если семья небольшая, то её может хватить на несколько дней, наверное. Я знаю, что курица сама по себе достаточно суховата. Что мы сделаем для того, чтобы она была не такой сухой? Для этого я обычно всегда добавляю овощи. В принципе, подходят любые овощи. Можно добавить лук, морковь, перец, вообще всё, что угодно, что есть в холодильнике. Ну, поскольку мы делаем, как я уже сказала, на скорую руку, то в этой передаче я хочу показать, что можно сделать даже из заморозки. Да, очень просто. И, в принципе, я думаю, что будет вкусно. Тут есть и кукуруза, и брокколи. Всё на свете. Мы предварительно их немного разморозили, поэтому, я думаю, за время нашей беседы они ещё лучше будут, собственно, размораживаться. Так. Попробуем их перемешать. Давайте. Да. И добавим туда яйца. Перемешиваем. Я бы хотела спросить про творчество. Чем вы вдохновляетесь, когда пишете картины? Меня вдохновляет жизнь во всех её проявлениях. Могу просто идти иногда по улице и увижу какой-то сюжет, который может зацепить меня. И уже появится какая-то идея, которая в конце выльется в картину. А может быть, это книга. Иногда это бывает разговор с человеком. Иногда бывает творчество других людей. Например, музыка меня очень вдохновляет. Театр. Балет. А что в последний раз вдохновило вас? И какую картину вы написали? Сейчас я работаю над серией «Национальное достояние Родины». Это серия портретов, пассионариев, людей, которые вносят вклад в развитие нашей большой многонациональной Родины. Получается, творчество этих людей. Сами эти люди меня вдохновляют. И вот эта серия, наверное, это как раз мои последние картины, сделаны как раз в этой серии. Ещё я работаю тоже, опять же, над серией «Якутские пословицы и поговорки». То есть тут меня вдохновляет наша культура, культура нашего народа, наша история. Вот так. Ну и иногда бывает, что что-то происходит в мире, и оно тоже оставляет след. А сколько времени уходит на создание одной картины? Это зависит от сложности, задумки, от того, что я рисую. Иногда бывает, что можно сделать картину за три часа, а иногда бывает, что работаешь месяцами. А откуда брать вдохновение? Вот если, допустим, сроки поджимают, да вам не хочется, допустим, писать, или у вас ещё такого не было? У меня не бывает такого, чтобы вдохновения не было. В принципе, я всегда в рабочем состоянии. Единственное, что бывает, что нет времени, либо ещё какие-то моменты такие рабочие, когда нет возможности писать. Но всегда в голове у меня есть идеи, и они постоянно ждут, когда я смогу физически их осуществить. И когда у меня эта возможность есть, то вдохновение, оно всегда со мной. А что вы делаете для объективности? Допустим, бывает такое, что глаз замыливается. Например, вы очень много работаете, 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 и иногда необходимо взглянуть на своё творчество немножечко со стороны. Что вам помогает это сделать? Я думаю, что, как и любому, наверное, профессионалу, человеку важно вообще постоянно заниматься самообразованием. То есть не только читать книги, смотреть фильмы, обучающие или какие-то другие. Может быть, в моём случае нужно ещё ходить на выставки. Поэтому, когда я посещаю другие города, я всегда посещаю выставки, которые там идут. А как вы заходите, допустим, в выставочный зал? Есть ли какая-нибудь методика, которая говорит о том, как правильно нужно ходить на выставки? Просто некоторым людям достаточно сложно. Они могут вот так вот пройти, пробежаться глазами, и всё. А как правильно нужно впитывать искусство? Ой, я думаю, что это вообще целая такая тема, очень глубокая. Даже вот недавно приезжала искусствовед Настя Четверикова. Она рассказывала, как можно людям, которые особо не интересуются даже искусством, как им можно весело проводить время в музеях. Там есть целые игры. К примеру, если приходит компания, они могут разойтись, посмотреть картины, потом сойтись, и каждый должен выбрать какую-то картину и рассказать, что он чувствует по этой картине, как он её понял. После этого эта компания идёт вместе, допустим, в кафе. Они уже гуглят более детально и определяют, кто был ближе всех, кто лучше всех угадал смысл, который закладывал художник, к примеру. Вот это методика, которую предлагает Настя. Что касается лично меня, у меня такого нет, чтобы мне было скучно в музее, и чтобы мне нужна была как бы дополнительная стимулирующая игра. Я обычно провожу очень много времени, даже забавно иногда бывает, когда стоишь и смотришь картины. Для меня всегда одна картина – это несколько минут, минут 10 могу стоять. Мне интересна и техника, и эмоциональная составляющая, и содержание. То есть в разных планах я рассматриваю каждое произведение. И иногда я слышу, как охранники, которые сидят в зале, они принимаются в ноги и говорят, да-да, я скоро окончу. Тут всего один посетитель, наверное, через 15 минут освобожусь и выйду. Я думаю, да, наивный. Я, например, когда хожу в музее, я всегда стараюсь изучать эту картину. То есть если что-то меня зацепило, я вот, например, в викторину не играю, я просто сразу же начинаю гуглить, опять же, если мне интересна история, то я всматриваюсь иногда бывает. А раньше, когда я была помоложе в школе, когда училась, конечно, я не понимала, как можно вот сидеть, смотреть, вот это вот всё. А потом, когда ты с возрастом понимаешь, насколько это труд, насколько это сложно, насколько это внутренне растратно для художника, то действительно оцениваешь это всё. А какое чувство чаще всего вы испытываете, когда пишете картину? Ну, кстати говоря, когда видно, что в картину вложено очень много труда, там времени и сил, вот это не очень хорошо считается. Да, а почему? Ну, потому что считается, что вообще не то, что считается, мне кажется, что в творчестве всегда должно казаться, как будто бы произведение родилось без участия автора, как будто бы скульптура сама так появилась из камня, скажем, как будто картина родилась без участия творца, как будто бы балет был создан без усилий хореографа, а как будто они просто сами летают в своём душевном порыве. Когда ты чувствуешь вот этот душевный порыв, тогда тебя действительно это завораживает. А когда чувствуешь вот эти потуги творческие, это очень тяжело для зрителя. И я думаю, что настоящий мастер стремится к тому, чтобы даже если он делал 80 сеансов, как Серов, по его картинам этого не скажешь. Кажется, что они написаны очень быстро, кисти, очень легко, в таком подъёме духа за один раз. Хотя известно, что он и до 100 сеансов у него доходило. Ничего себе! Ну что же, предлагаю вернуться. Прям я просто сама заворажилась, могу бесконечно на эту тему разговаривать. Взаимно. Да, но у нас готовим вкусно, поэтому возвращаемся к нашей курице. Я предлагаю сейчас сразу приготовить заготовки для духовки, поставить, и потом мы можем перейти к третьему блюду, которое можно уже делать, когда два блюда готовятся в духовке. Давайте. Почему ещё мы делаем два блюда в духовке? Это, опять же, экономия электроэнергии, потому что хорошо, когда сразу два блюда готовятся одновременно. Да, действительно, я вот никогда не задумывалась. Главное, быстро и экономно. Так. Можно разбивать. А сколько вот яиц потребуется для этого? Я думаю, что вообще в официальном рецепте, которым я пользуюсь, сказано, что достаточно трёх яиц. Но я думаю, что вот эти яйца, видимо, молодых куриц, как говорится. Они такие маленькие, аккуратненькие. Поэтому, мне кажется, четыре будет хорошо. В самый раз. Я думаю, что мне, наверное, надо духовку нагреть. Да. Пока что предварительно нагреваем духовку. А сколько мы ставим градусов? 180. Так, 180, да? Отлично. Вот всё, оно у нас, процесс пошёл, духовка нагревается. Так, я думаю, теперь нужно это перемешать. И вот у нас получится, что уже подготовка для этой большой котлеты. Для большой семьи. Насколько это примерно порций пойдёт? Я думаю, что здесь, наверное, порций даже 15, наверное, может быть. О, ничего себе, 15 или 10. Конечно, можно было бы, в принципе, классический рецепт котлет, это же когда вот эту массу лепят в маленькие шарики и стоят потом у плиты. Но, опять же, это занимает достаточно много времени. Да. А время дефицит. И поэтому лучше сделать вот таким образом. И к тому же, когда мы делаем это в духовке, то получается, что мы не используем растительное масло. А, то есть это тоже очень важный момент. Это как именно в плане правильного питания, да? Я не хочу слишком, скажем, акцентировать внимание на этом. Но вообще сказано, что сейчас же у нас очень большая, плохая ситуация в плане здравоохранения, да, относительно высокой заболеваемости раком. Я читала о том, какие продукты считаются канцерогенными, и среди них есть как раз растительное масло. Говорится, что если много жарить еду на растительном масле, при том использовать белую муку и много сахара, то вот это вот как бы самые главные такие продукты, которые вызывают, приводят к таким болезням. Поэтому, отказываясь от жарки на масле, ну, как бы делаем... В духовке. Да. Делаем в духовке. То есть нужно сократить, да, количество употребляемого растительного масла, сахара и муки. Именно не самого сырого масла, скажем, в салате, да, а именно жарка в нём, она вредна. И получается, что вот если мы делаем вот так, то тут с одной стороны белок чистый, да, курица, яйца, опять же, белок, и овощи. Замороженные. Сами по себе полезная вещь. Поэтому получается, вот как у тайцев, прячь мясо в овощах. У них есть такая поговорка, но у нас, правда, наоборот, прячь овощи в мясе. Так, если у нас разогрелась уже духовка, то мы можем это уже поставить. Давайте. Хорошо. Хорошо. Мы отправляем наше блюдо пока ещё, которое не совсем готово, но я чувствую, что через сколько минуточек оно будет уже готово? Я думаю, что мясо стоит готовить около часа. Теперь нам нужно поскорее подготовить тесто и отправить в духовку пп-шный хлеб. Пп-хлеб. Да. Так. Так, я думаю, опять нам нужна будет жёлтая. Писечка, да, всё мы будем здесь перемешивать. Так. Так, для этого мы берём творог. И сколько нам нужно грамм? По рецепту достаточно где-то грамм 300. Ну, мне очень нравятся такие рецепты, когда ты задействуешь себя, грубо говоря, один раз. То есть один раз всё это сделала и ходишь спокойно. Можно хоть что, чем, хоть чем заниматься. Можно хотя бы волосы накудрявить, там лишний раз сходить. Есть такое, я тоже люблю такие рецепты, которые не требуют большого участия. Потому что то, что требует большого участия, это должно быть, например, творчество. А человек не может, на самом деле, и там, и там быть на 100%, и, соответственно, где-то нужно экономить. Но при этом, чтобы это было без потери качества. Вот у нас 300 грамм творога. Положим. Кроме творога, для этого хлеба нужно добавить муку. Муку мы берём не простую, а овсяную. Овсяную муку очень трудно найти в магазине, и, возможно, она стоит дорого. Но очень легко купить вот такую овсяную крупу. Она продаётся везде и стоит совершенно копейки. Да, недорого совсем. И, думаю, у каждой хозяйки она есть. С помощью блендера можно её перемолоть до такого состояния. Требуется примерно 100 грамм. Попробуем. А, так, ну сначала мы туда должны добавить яйца. А, всё, отлично. Хорошо, что не забыли. Да. Сначала мы добавляем творог, затем яйца. Так, три яйца. Три яйца. В принципе, я думаю, что относительно хлеба это такое не принципиальное количество. Можно, наверное, и два, и три. Это можно, наверное, потом регулировать на свой вкус. Это нам нужно будет перемешать. Смотрите, что у нас получается. Вот. Мы мешаем таким образом. Сколько обычных чайных ложек соды вы добавляете? Я добавляю примерно одну чайную ложку. Вот, я думаю, что вот столько достаточно. Вот. Так. Такой интересный пепе-хлеб вот я ни разу не слышала. Что можно приготовить пепе-хлеб. Вот мамочкам на заметку думаю. Да не только мамочкам. А часто вот стараетесь готовить дома? Да, конечно. Потому что вообще вкусно поесть любят все. Но единственное, что мы стараемся готовить всегда такие быстрые блюда. Потому что все у нас в семье много работают. Все заняты такими творческими вещами. И поэтому все делается на лету, на бегу. Так. И попробуем теперь добавить. Так. Попробуем. Попробуем. Все это перемешивается. Вот, смотрите. Какая у нас интересная масса получается. Мы ее просто перемешиваем. И все это должно у нас распределиться, да, уже по готовым формочкам. Или же мы как-то будем из них что-то лепить? Ну, обычно из него лепят как бы такой колобок. Потом кладут его в форму. И он там в духовке немножко может подняться. Так, и мы его лепим, да? Давайте вы. Хорошо. Я прям сразу. У нас будет две формочки нам нужны или одну? Мне кажется, что одну достаточно будет. Вот какая я хитрая. Так сразу. Кто первый сказал, тот и избегает наказания, грубо говоря. Ну, давайте я помогу. Ничего, ничего нет. Ладно. Ничего, все нормально. Так, вот смотрите. У нас должен получиться вот такой вот шарик. Вот такой вот шарик. Он может быть не идеальный. Это по принципу я художник, я так вижу. Да. И кладем его сюда. Оп. Так, вот отсюда еще. Доставочки. Ну, в принципе, вот оно... Обычно же муку берут, да, в руки для того, чтобы как-то вот оно все скаталось. И да. Ничего страшного, тут прям все очень хорошо. Вот посмотрите. Вот такой вот хлебушек. Это ПП хлеб. ПП – это правильное питание, да? Да, если кто не знает, ну, мало ли что, ну, бывает такое. Вот. ПП хлеб очень вкусный, я думаю, да? Что он очень полезный, самое главное. Мне вот не терпится его попробовать, если честно. Еще ПП можно перевести как «поешь пирожков». А, все, у нас будет свое ПП. Так, ну, собственно, не надо его, допустим, маслицем вот эту вот посудку покрывать. Ничего не надо вот делать, да, чтобы оно не прилипло. Самое главное – надо покрыть кунжутом. А, вот, как интересно. Я предлагаю это сделать тебе. Хорошо, хорошо. Так, главное – контролировать сколько надо. Все, пошел кунжуте. Все, процесс идет. Вот, здесь тоже можно спокойно по художественному подойти. Я прям очень много кунжута сделала. Я вот люблю кунжут, но на самом деле с ним нужно быть осторожнее, потому что он очень калорийный. Да? Да, он весьма калорийный, поэтому немножечко. Ну, у нас как ПП от «поешь пирожков», в принципе, можно давать побольше кунжута. Конечно, как же наш выпуск может обойтись без потрясающей и уже любимой рубрики, которая называется «Продуктовая корзина». Здравствуйте, друзья! Сегодня уникальный день, потому что обычно я по магазинам не хожу. Это делает мой муж, так как я мало покупать не умею, а много мне тащить тяжело. И так как я сегодня здесь, я как мать решила собрать продуктовую корзину для своих детей. У меня двое детей, и они большие сладкоежки. Но так как все-таки я мать разумная, обычно мы шоколад не покупаем. Я люблю покупать им сладкую кукурузу, тем более по акции. Всегда обращаю внимание на акции, потому что можно сэкономить достаточно приличное количество денег. Очень удобно банка открывается, не надо открывалки всяческие по дому искать, особенно когда ты не знаешь, где они лежат. Поэтому раз и готово. И такой банки хватает моим детям на один раз. Дети мои очень любят молоко. Они его любят так сильно, что поговариваем о том, чтобы завести корову домой. Но пока приходится обходиться покупным продуктом. Они его пьют утром на завтрак, пьют вечером с медом, просто чай с молоком. Я его добавляю тоже в чай, добавляю его в свои какие-то коктейли. Обязательно. Прям вот если горло вдруг заболело, тепленькое, самое лучшее, то что может быть, чтобы лекарства не пить. Молочко-молочко. Два даже, наверное, будет мало. Подумаю, может быть, возьму сейчас третье. А для меня любимый ряженка. Открыла для себя вообще этот божественный продукт, который в детстве почему-то не любила от слова совсем. Но с годами приходишь к выводу, что вкусы меняются. И, в общем-то, можно найти, ну, не утешение даже, а удовольствие в каких-то обычных вещах. У меня две дочки. И, конечно, уже с детства приходится их готовить ко взрослой жизни. И вот основа для пиццы в этом плане очень удобна, потому что с тестом связываться не надо. Ее немножко разморозил, на нее положил все ингредиенты. В духовку 20 минут, даже меньше. И вообще прекрасная пицца. Дети мне очень любят. Сегодня мы как раз этим займемся. В нашем доме яйца должны быть всегда, потому что вся семья их употребляет. И мы, конечно, в больших количествах едим, добавляем в различные блюда. Завтрак с яйцами у нас, готовка с яйцами. То есть мы их добавляем во всякий кулинарный эксперимент. Мы, говорю я, но на самом деле, конечно, это делает мой муж. Выбирать я их вообще не умею. Я беру самые, которые ближе ко мне лежат, которые на меня смотрят. Но, естественно, обязательно нужно смотреть на срок годности. Фрукты, конечно же, это необходимый продукт в доме в любом. Особенно зимой, когда не хватает и солнечного света, и витаминов не хватает. Лимон наше все. Ну, а младшая дочь у меня жизни своей не представляет без гранатов. Я, конечно, несколько слукавила, сказав о том, что мы не едим конфеты шоколада. Естественно, мы это едим. Но, тем не менее, предпочтение отдаем более полезному продукту. Финики в любое время года очень полезны. Особенно зимой, потому что помогают от кашля, выводят мокроту, способствуют усилению мозговой деятельности. Они очень вкусные, очень сладкие. Но не стоит ими злоупотреблять. Больше пяти штук в день, говорят, все равно вредно. Ну, так как я уже сделала признание о том, что шоколад в нашем доме бывает, я даже покажу, где я его беру. Беру его здесь, беру себе, беру друзьям. Мы ездим на гастроли, и очень круто на самом деле подарить где-то вот такой вот шоколад, чтобы понятно было, откуда ты. А он еще самый классный, поэтому почему бы нет. Взять друзьям. Тут новинки очень часто на этой полке случаются. И почему бы нет? Почему бы не попробовать новинки? Почему бы не угостить кого-нибудь из вас? Дети у меня не то чтобы привередливые, но они признают только одну колбасу для конкретной пиццы. И обойдя весь магазин, мы ее нашли. Ну что, моя продуктовая корзина собрана. Осталось только это все оплатить, погрузить в пакеты, в машину и довезти до моих родных и близких. Спасибо вам, что были со мной. Присоединяйтесь, быть может, вам что-то тоже из этого пригодится. Итак, отправляем хлеб, наш ПП-хлеб, в духовку. На сколько, минуточек? В принципе, тоже около часа, поэтому вот если все это одновременно делать, они могут готовиться одинаково. Отлично. Вот у нас уже котлета прекрасно выглядит, да? Очень сочно. Прям сок выделяет. Очень хочу все попробовать скорее. Мне кажется, получается вкусно. Уже от курочки такой аромат приятный. От овощей тоже. Так, ну что же, у нас осталось последнее блюдо, да? Закусочка наша, можно сказать. Что же мы будем готовить? Пока у нас уже два блюда готовятся и не требуют от нас никакого участия. В это время мы можем сделать блюдо, которое от нас участие требует. Эту закуску любит очень моя семья и я сама, поэтому я думаю, что тоже стоит поделиться простым очень рецептом. Рецепт вообще простой, как... Пять копеек. Да, как пять копеек. Для этого нам требуется лаваш. Его я готовила своими руками специально 7 дней перед передачей. Специально такой тандыр на печи. Серьезно, что ли? Шутка. А, я уже такого подумала, ничего себе. Ну, рецепт же простой. Да. Так что, пардон, что не сама. Но я думаю, что тут стоит разделить их пополам. Так, хорошо. Я острым ножом. Так, хорошо. Я все отдаваюсь за то, что я сказала. А давайте вы. Так, ну, все, я правильно все делаю? Да, все супер. Все, вроде разделила на две части. Сейчас посмотрим, насколько там хватило ножичка. Ладно, надо еще подрезать. Вот эту вот первую часть можно забрать. Так. Вот этот. Этот, я думаю, что он забракован. Да, он получился что-то слишком художественное. Все мы немножечко творцы, когда готовим, правда? Потому что мы вкладываем свою бесценную энергию во время готовки. Нам нужно будет натереть сыр, порезать форель. Форель или семгу, дубу и рыбу, в принципе, можно использовать. И порезать тонко огурцы. Так, надо сыр потереть, и у нас сейчас будет кастинг. Какой, каким образом? Вот здесь вот лучше или помельче, или без разницы? Я думаю, что без разницы. Ну, все, тогда вот такой вот стандартный. Выберем стандартную сторону для сыров. Пока мы готовим, можно вот, я очень хочу поинтересоваться. Есть современное искусство, да? Как понять, что тот или иной творческий порыв является настоящим достоянием искусства? О, какой сложный вопрос. Я тоже как-то интересовалась. Скорее, не просто творческий порыв, а скорее продукт, да? Потому что произведение – это уже конечный результат, правильно? Пока у нас тут все режется, готовится, предлагаю прерваться на небольшую рекламную паузу, после которой мы, конечно же, обязательно вернемся. Долгая черная пятница в гипермаркете «Айгуль». Скидки до 70% на сезонные товары. Товары для дома и кухни, посуду, а также всем необходимую бытовую химию и товары для гигиены. Закупайтесь по-черному! К нам как-то приезжала искусствовед из Москвы, преподает в Московском государственном университете имени Ломоносова. И вот я ее спросила, как вы считаете, что делает действительно произведение шедевром? Да. Она сказала, что, конечно же, во-первых, техника должна быть на высоте. Ну, это понятно. Но бывают же работы, в которых техника прекрасна, и на этом все. В ней должно быть такое эмоциональное содержание, которое цепляет зрителя. И в ней должно быть несколько трактовок по содержанию. То есть так, что каждый зритель мог бы найти в этой картине что-то свое. Я думаю, что это действительно хорошая точка зрения. И самой мне очень интересно бывает всегда, поэтому быть на выставках своих, когда зрители особенно не знают, что я автор, или не стесняются того, что я автор, и делятся открыто своим мнением, говорят, что они видят в той или иной картине. И очень часто они видят совсем другое, не то, что я вкладывала. То есть получается, что есть несколько трактовок. Это всегда интересно. Я видела вашу картину, посвященную реке Вилюль. И вы написали о том, что у вас изначально была одна трактовка. Но когда вы услышали трактовку зрителя, вы решили выбрать ее. Это правда? Да, было такое, да. Расскажите про эту картину. Вилюль – это же одна из самых крупнейших артерий нашей страны, даже не нашей республики, а вообще страны в целом. И мне хотелось свои чувства и мысли излить на картину, но образа как-то сразу не возникло. Я даже перестала об этом думать. Потом, спустя время, три ночи подряд, мне стала являться река Вилюль в таком образе. Она как будто бы просела меня, она говорила мне, тебе нужно… не говорила мне прям словами, а, как сказать, транслировала мне свои мысли, что ли. Что нужно написать картину, да, такую? Да, прямо вот выходила как будто с этих берегов, как будто стою я на берегу, Вилю я, смотрю, вижу закат. Ну, в общем, и вначале мне хотелось вот просто взять и нарисовать то, что я видела во сне. Но с точки зрения композиции, уже с точки зрения профессионального подхода, мне показалось, что это как-то немножко, ну, просто, что ли, как-то… Я думаю, столько сыра пойдёт. Ага, я заканчиваю с сыром. И вот хотелось ещё узнать про современное искусство. Если я, например, что-нибудь захочу нарисовать, ну, я так вижу, я художник, например, я могу продать свою картину дорого? Почему нет? Это зависит от ваших способностей. Маркетолога. Да, да, маркетолога. Я думаю, что у вас, Маргарита, это хорошо получится. Я, значит, могу продать. Но могу ли я себя назвать художником? Вот относительно того, кто может себя назвать художником, это вообще вопрос такой, можно сказать, терминологический, да? В целом, вообще, слова в русском языке, они все употребимы в зависимости от контекста. Вот, например, скажем, есть стол. Можно и пень назвать столом. При определённых условиях, если, например, люди пошли на пикник, в лес, и вот у них пень играет роль стола, да? Да. То есть в зависимости от контекста мы можем использовать слово художник действительно правомерно в разных контекстах. Я слышала такое определение, что художником может назвать себя каждый, кто сам себя таким считает, и кого считает таковым человек, не состоящий с ним в близком родстве. А, ничего себе! То есть в принципе можно назвать художником, да? Вот, с одной стороны. С другой стороны, если смотреть в широком понятии, как состояние души, как, например, человек поэтического склада, ума, да, то точно так же можно сказать, что и человек художник, в плане он может быть врачом, к примеру, или он может быть экономистом, но он относится к своей работе творчески, он создаёт там что-то новое, он там художник получается. Творец. Творец. То есть именно с точки зрения, как творец, именно в этом смысле, то художником опять же может быть, ну, скажем, человек любой профессии. Если с точки зрения профессиональный художник, вот тогда мы обращаемся к термину профессиональный. То есть если человек работает, именно рисует, и только этим зарабатывает, то можно его, наверное, в таком смысле назвать профессиональным художником. С другой стороны... С другой стороны. И есть еще такой момент, что, допустим, когда ты хочешь подать свои иллюстрации в книгу, и там пишут, допустим, рисунки Миры Аргуновой или там иллюстрации Миры Аргуновой, но чтобы написали художник Миры Аргунова, ты должен получить образование. То есть, оказывается, если ты даже очень их попросишь, если это только не твоя мама печатает на своем как бы принтере, то требуется вот такое подтверждение профессиональности именно как образование по специальности. И да, оно достаточно долгое, серьезное. Художники учатся как врачи 6 лет. Например, дизайнеры учатся 4 года, а художники 6 лет. И да, есть такая специальность танковая живопись, танковая графика. И она совсем отличается от смежных похожих специальностей, скажем, архитекторы. У них немножко другая как бы направленность. У дизайнеров у них тоже немножко другая направленность. Я не хочу сказать, что вот они как бы не художники в том широком плане, в котором, в принципе, мы можем и других людей назвать, да. Но если вот узко подходить, вот кто имеет право писать, то это человек, у которого есть специальное образование. Вот, а с другой стороны, я говорю, что есть же возможность назвать так человека, который просто так сложен. Как вы реагируете на то, что человек без должного образования называет себя художником и устраивает выставки, и, собственно, позиционирует себя как профессиональный художник? Я спокойно очень реагирую, потому что, в принципе, жизнь у нас многообразна, широка, и каждый имеет право на самовыражение как угодно. А с другой стороны, тут вопрос не в том, имеет ли он право, потому что мы живем в демократичном обществе, и да, у нас кто угодно имеет право на что угодно, кроме, как, скажем, где заканчивается, то есть где начинается свобода другого человека, там заканчивается твоя свобода. То есть если он делает выставку, это как бы никого не обижает же, правильно? Никому плохо не делает, не наносит вред, поэтому почему бы нет? А с другой стороны, вот, к примеру, я люблю очень петь, но я пою не так классно, как ты. Спасибо. Я пою обычно дома, когда вот готовлю еду или мою посуду, иногда, когда рисую картины, ну, когда никто не слышит. И вот, предположим, такая ситуация, есть оперные певцы, они учились этому специально, у них есть талант, они делают концерт, и, например, я пойду и сделаю концерт. Мне никто не запрещает, это вопрос только денег, как бы могу я это организовать или нет, но зритель должен понимать. То есть тут вопрос не в том, могу я или не могу я, а именно в том, чтобы зрители отличали профессиональное от непрофессионального. И это не значит, что вот, не ходите на непрофессиональное, да? Почему бы нет, я бы прикола ради, может, исходила бы, да? Но нужно знать, что да, ты идёшь сейчас прикола ради, и смотришь вот такое, как бы ты не ожидая ничего такого большого. Но если ты идёшь на профессиональное, то как бы тут другой совсем, другой уровень. То есть когда ты идёшь на профессиональное, то это всё равно подсознательно должен работать. Ну, то есть когда, ну, многие даже дирижёры оркестров, да, которые, допустим, работают в таком искусстве, они говорят, что зритель, приходя на концерт, приходя на какую-то выставку и так далее, он должен всегда работать. То есть вместе с творцом. Вот эта позиция, как ты думаешь, она правильна, актуальна и применима к тебе и к твоему творчеству или нет? Я думаю, не то, что как бы кто-то должен, да. Тут, в принципе, такого нет, что кто-то кому-то что-то должен. Ну да. Да, в принципе. Но приятно, когда ты видишь, что, оказывается, человек не просто зашёл и вышел, а что это как-то его затронуло. И когда делится отзывом, мне кажется, это здорово. Обратная связь, она всегда важна для творческого человека тогда, почтить. Очень, да. Если что, ходите на выставки к мире и не бойтесь к ней подходить. А если, допустим, критика какая-то, это вот не очень хорошее. Да, вот критика – это из разряда твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. То есть мне кажется, что критика должна быть, во-первых, конструктивной. То есть ты не можешь сказать, что вот мне не нравится что-то, допустим, да, просто так. Вот просто мне это не нравится. Ты должен сказать, да, вот здесь, допустим, он немножко не дотягивает вот до ноты Си, да, или здесь у него должна была быть фа, а он спил соль. И вот когда ты это ему говоришь, или там, пой, пожалуйста, животом, а не горлом, да, тогда вот это имеет, как бы, какое-то основание. А когда человек просто говорит, чем-то он мне не нравится, или переходит на личности, там, скажем, то мне кажется, это неприемлемо, и так не стоит себя вести. Может, я помогу тебе как-то? Так, ну давай, хорошо. Вытягивай. Так, мы сейчас уже приступили. А, я боюсь, это очень же дорогая рыба. Надо быть. Ну так, аккуратней. Я так еще никуда не чистила, это так приятно. Надо вот, когда готовишь, надо кого-то звать обязательно, чтобы помогали. Я думаю, что не стоит слишком бояться, и все должно быть главное в удовольствии. Я получаю удовольствие. Да. Ну, практически сделали. Так, давай я вот, может, огурцы сюда переложу. Мы сейчас просто возьмем вот эти пластинки и будем заворачивать все, что мы приготовили. Хорошо, так. Я думаю, что нужна будет ложечка, да, для соуса. Да. Соус. Это что за соус? Расскажи, пожалуйста. Ну, соус приготовлен по рецепту моей прабабки на козьем молоке, которая казахстая перед этим три года выпасалась на специальных травах со зверобоем. Я уже не такая наивная, я уже знаю. Для того, чтобы приготовить такой соус, достаточно сходить в магазин, следить за акционными товарами и покупать, собственно, его. Очень просто. В современном мире не нужно ждать по три месяца, пока козочка даст зол. Нет, вот тут, кстати, была правда. Тут была правда, что ли? Я шучу. Мне кажется, мне надо что-то делать со своей наивностью. Ладно. Все-таки ты попалась. Все-таки я попалась. Так, ну, рыбу мы не так кладем, а ее нужно... Что сделать? Так, давай, может, ее пополам разрежь и дай мне половину. Хорошо, вот так. Мастер-класс от Мира. Что нужно делать с рыбкой? Возьем ее и так вот порежем. А, то есть тоненько-тоненько надо порезать? Да. В длину желательно, да? Да, я думаю, в длину. По какому принципу нужно выбирать рыбку? На внешний вид, да, наверное? Да, я думаю, что главное, чтобы она была свежая. Предлагаю продолжить после рекламы. Не переключайтесь. Долгая черная пятница в гипермаркете Айгуль. Скидки до 70% на сезонные товары. Товары для дома и кухни, посуду, а также всем необходимую бытовую химию и товары для вигиены. Закупайтесь по-черному. Я знаю, что ты много путешествуешь и пишешь свои картины в путешествиях. Это вот ты с собой все это берешь? Да. Обычно у меня бывает с собой два чемодана. В одном чемодане у меня вещи, и в другом полностью принадлежности для живописи. И сколько весят принадлежности для живописи? Это же вообще, наверное, очень много. Примерно от 12 килограмм. Это так. 12 килограмм. 12 килограмм. И плюс ты же еще женщина. Ну да, но все-таки как бы мы едим с самолетом, а не... Это же с собой еще вещи, да? То есть сумки, допустим, сколько? 10 килограмм, да, примерно? Плюс еще... Ой, художникам быть тяжело в буквальном смысле, да? Ведь это очень непросто оказывается. Я не ожидала. А как холсты перевозить? Это же, наверное, тоже очень сложно. Чтобы в целости и сохранности доставить картин из одного пункта в другой. Да. Поэтому я беру не очень большие форматы в путешествии. Обычно это формат, который помещается хорошо в чемодан. Ну, где-то вот 40 на 50, наверное, максимум. И, да, рисую небольшие тюды. Потом при необходимости я их перевожу на более крупный формат. Тут мы вот положим сейчас рыбу. Сверху можно положить так вот огурчики. Потом можем положить сверху сыр. А как называется-то наш соус? Звезда последних нескольких минут. Соус называется тартар. И написано было, что он идеально подходит к рыбе. Я его выбрала по этому принципу. И самое главное, это как заворачивать. Вот у меня обычно заворачиваемый очень сложно. Я, оказывается, давно его не делала. И обычно я его делаю здесь. Оп, перевернем немножко. У нас все как на настоящий. Кухна настоящий. Все по-настоящему. Так. Обычно я делаю так. Здесь вот так делаю. Потом вот тут. И вот так. Оп. И заматываем, да? И заматываем. Оп, сон, немножко захотел открыться, но у него есть второй слой. Оп, все. Что вас цепляет, когда вы смотрите на картину? Совершенно разные вещи. Например, иногда это бывает цвета. Все мы знаем, что цвет влияет на человека, на психику. Есть так называемый цветовой круг, по которому определяют, какие цвета усиливают друг друга, какие дополняют друг друга. Иногда бывает, что картина создана ровно по этим правилам, и такие цвета тебя завораживают, прямо в самую душу проникают и какой-то эмоциональный отклик вызывают. А иногда бывает, что в картине очень глубокое содержание. В этом году мне повезло быть на выставке Ильи Репина в Москве. И, если честно, впервые в жизни я даже заплакала. Сама не ожидала, что могу, оказывается, так сделать. Я, кстати, смотрела его картину «Тройка». У меня было примерно такое же состояние. Я, если честно, заплакала. Действительно, она меня заворожила. И когда я услышала историю этой картины, то, конечно, я не могла остаться равнодушной. То есть, действительно, если будет время на досуге, обязательно изучите, изучите историю тех или иных картин, о которых, возможно, вы еще пока не слышали. Но это очень обогащает внутренне и расширяет кругозор. Есть ли что-то, что нужно знать начинающему художнику? Допустим, вот кто-нибудь сидит сейчас, нас смотрит, и вдруг захотел. Какие напутственные слова, как уже опытный человек в этом деле, ты можешь сказать? Мой главный совет будет побольше работать с натурой. Потому что, как говорил Ван Гог, натура всегда богаче, чем воображение. То есть, когда ты, скажем, рисуешь кого-то из головы, ну, из фантазии, то иногда ты не можешь правильно сочинить ему, скажем, тень или рефлекс. Точный цвет, точный тон очень трудно бывает правильно, реалистично сделать. То есть, можно как бы похожее что-то обозначить, да, вот тут есть руки, вот тут вот глаза, но оно будет не живым все равно, будет видно, что это рисунок. То есть, мне кажется, что если хочешь стать профессионалом, то нужно обязательно работать больше с натурой. А если даже у тебя нет цели работать в рамках реализма, то все равно хорошая стилизация, вот, для тебя хорошая похожа. Да все, последнее вот осталось, можно и последнее сделать. Хорошая стилизация, она в любом случае все равно зиждется на профессиональном подходе, на умении работать в плане реализма. Ну, думаю, все, заканчиваем. Да, все, мне кажется, можно последнее делать. И то есть, в принципе, из одной пачки семги можно сделать приличное количество роллов. Да, я думаю, если вообще взять в расчет все, что мы сделали, то вот буквально за час можно управиться с хорошим разнообразным ужином для своей семьи. Ну, мы еще плюс прибавили время, пока разговаривали, поэтому, думаю, ну, если вот экономить, то, в принципе, за такое время можно еще что-то приготовить, да? Да, конечно. Я забыла соус. Ты забыла такой фирменный. Соус, да. Зеленый из козьего молока. Так уже пахнет вкусно. Вот прям чувствую из духовки этот аромат. И не терпится посмотреть, что же получилось у нас. Мне кажется, что зрители, которые смотрят вашу передачу, уже тоже чувствуют всегда этот аромат. Как можно вообще эту передачу смотреть, на самом деле? Когда ты смотришь, то, наверное, сразу хочется бежать и готовить. Да, что ты хочешь всегда приготовить. Знаешь, вот на самом деле, как я стала вести этот проект, у меня появилось безумное желание готовить. Я полюбила готовку благодаря гостям, потому что я вижу и наблюдаю за тем, как они все это делают, с какой любовью они перемешивают, режут. Я вот слышу отзывы, действительно, это вдохновляет не только меня, чему я безумно рада. Я сама очень люблю тоже вашу передачу. И с детства люблю смотреть передачи такого плана. Как хорошо, что теперь ее снимают у нас тоже. Ну и да, причем все эти продукты можно найти в наших магазинах, ничего не придумано, то есть это все достаточно просто, вкусно. Мне кажется, это два слова, которые я люблю повторять на протяжении всего эфира. Это просто и вкусно. А, и еще одно быстро. Никаких фейхо и цукини. Да, да, да. Все есть в доступе в наших магазинах, поэтому, в принципе, очень здорово. у нас получилось шесть роллов. Шесть роллов. Очень вкусный, я уверена, в этом очень хороший рецепт. Мне прям понравился. Надо его обязательно тоже попробовать. И самое главное, что ничего не надо жарить. Все очень просто. Все пп. Все пп. Поешь пельмени, поешь пирожки. Каждый месяц в магазине Айгуль есть определенные акционные товары, на которые я предлагаю вам обратить особое внимание для того, чтобы не только сэкономить деньги, но и вкусно поесть. Какая красота! Это у нас курочка. Посмотрите, какая она красивая. Так, отлично. Вот это хлеб! Посмотрите, какой красивый получился хлеб. А как он пахнет? Хорошо, да? Очень вкусно! Завтрак с сыром, с яйцом будет вообще супер! А я помню про черный перец, который мы забыли немножечко добавить, но можно, я думаю, сейчас. Да. Добавляем немножечко перца. Посмотрите, как оно красиво у нас получается. Ну, здесь я немножечко переборщила, но ничего страшного. Говорят, для того, чтобы человек делился с тобой чем-то сокровенным, нужно в его еду добавить немножечко перца. Так принято делать в Индии. И говорят, что так он будет немножечко откровений. Так что, если что, я добавила много перца. Кто-то скажет точно всю правду сразу. Да. Ну что же, предлагаю нам попробовать все, что у нас получилось. Прямо не терпится? Да. Можно нарезать ножом, но так как мы прям с нетерпением хотим попробовать наше творение, то можно сразу вилочку. Почему нет? Да, Эдь? И вреда фигуре никакого. Несмотря на то, что это называется хлеб. Так. Ммм. Это нереально вкусно. Это... Это очень вкусно. Где вы нашли такой рецепт? Очень вкусно. Ну, рецепт передавался у нас из поколения в поколение. От моей прабабки к бабке, от бабки к маме. В общем, вся семья у нас на ПП. А ты шутница! Вот мы в начале передачи были на вы, сейчас мы уже на ты. Надо просто поготовить вместе. Да, и все очень здорово. Я думаю, что на вашей передаче это, наверное, вообще такое постоянное явление. На твоей, скажем уж. Да, на твоей передаче. Классная передача. Я теперь буду ее еще более с большим удовольствием смотреть и ждать каждый выпуск с нетерпением. Жди свой обязательно, он скоро уже выйдет. так. Мы увлеклись хлебом. Давайте попробуем нашу курочку. Я думала, что я переборщила с перцем, но в самый раз. Просто ты сейчас мне скажешь всю правду о себе и о своем творчестве. очень хороший рецепт. Для того, чтобы приготовить такое блюдо, нужно мало усилий. Достаточно все заранее добавить в нашу посуду и затем отправить в духовку примерно на часик. 180 градусов. Давить. Часик свободного времени иногда бывает бесценен. Действительно, так. И роллы, которые мы с любовью и с творчеством, конечно же, закручивали. Так, я хочу попробовать вот этот. Окей, я возьму этот. Это супер крутая закуска. Если вот-вот гости к вам пришли, а вам нужно что-то срочно сделать, то, собственно, можно быстренько сделать роллы и причем вместо рыбы можно что угодно завернуть. Можно даже помидор, огурец, сыр, да, и, собственно, получится очень вкусно. Главное, не забыть соус тартар, да, который необходимо добавить. Который можно купить в Айгуле. Да, который можно купить в Айгуле тоже. Ну что же, на этом все, на этой замечательной вкусной ноте мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо, Мира, что вы пришли. Да, это очень здорово. И надеемся, что вы нас будете продолжать радовать своими картинами, своим творчеством. И я обязательно схожу к вам на выставку. Обязательно приходите на мою выставку. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok